девочки всем большой привет в рамках моего осеннего марафона под названием выброси все лишнее будет серия пустые баночки уход за лицом это мне кажется прежде всего шпаргалка лично для меня и если у нас с вами тип кожи совпадает может быть это пригодится и вам я думаю что не будем затягивать приступим покажу сегодня чем я закончила пользоваться свое впечатление мнение в общем давайте приступим первое с чего хочу начать это очищение вот такая пенка от клиник пенка неубиваемая надоело мне просто ужасно вот честно я видеть ее уже не могу потому что очень надолго хватает умыться можно но не горошиной вываливается где-то две горошины она довольно таки жидковато кстати почти не сушит почти не стягивает довольно таки мягкая такая бережная но я не могу сказать что она произвела на меня такой знаете сногсшибательный эффект что мне хочется бежать и покупать вторую такую же банку скорее всего я никогда в жизни больше не обращусь к этой банке потому что ну может быть через лет пять шесть она мне надоело вот вы не представляете как сильно потому что долго стоит вот этой вот банки хватает больше чем на полгода и уже начинает заводиться какая-то плесень вот я заметила просто вот под этой крышечкой темнеть начинает и вот ей моешься моешься умываешься умываешься она все не заканчивается и месяц за месяцем стоит и хорошая пенка ничего не хочу про нее говорить плохого только разве что я бы предпочла чтобы здесь сколько миллилитров 150 сделайте 75 и цену пополам и это будет просто огонь пенка не так долго стоять попользовалась порадовалась пошла купила новую возможно вот с этой как я рада что я больше никогда я не увижу вот я сейчас ее выкину из с огромным удовольствием просто пенка хорошая честно странный отзыв да по моему самый дурацкий отзыв за все отзывы следующий продукт это тоже пенка вот такая вот такими пеночками я пользуюсь утром мне все равно приходится смывать вот это кожное сало я не могу умываться по утрам без средства у меня моментально забивается все что можно появляются какие-то прыщи в общем умыться водичка это не мое вот такая пеночка у меня была с утра и что хочу про нее сказать никогда больше не обращусь к этой пенки потому что она какая-то странная вот вы нанесли ее умылись и такое ощущение на коже что кожа у вас мыльная умываешься еще раз кожа по-прежнему мыльная умываешься еще 10 раз кожа мыльная что-то летает вот такой вот эффект она создает знаете немножко гладкий причем моментально кожа становится такой гладкой как будто мыльной это очень неприятно может быть конечно кому-то понравится так волосы кошачьи может быть это кому-то понравится мне не понравилось это отвратительно вот по сто раз вот я замечала что я утром стою умываюсь 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 а мне никак не умыться ее никак не смыть с лица очень не понравилось пенка лурьяж больше никогда не куплю пенок огромное количество в общем вот такая пеночка вот такая упаковка на жидкость не смотрите это не одна я жидкость в общем смывка для век для глаз уже тут все стерлось ничего не разобрать но понятно что тут было самая худшая на свете смывка она разъедает глаза то есть была полная баночка такой розовой жидкости знаете я пользовалась где-то две недели мучилась думаю зачем мне это пошла в аптеку купила себе вот такую от виши называется успокаивающее средство для снятия макияжа с глаз для чувствительной кожи вылила вот эту розовую дрянь из этой упаковки и налила сюда вот это потому что мне вот эта упаковка нравится больше берешь ватный диск нажимаешь и пошла гулять по лицу а тут открывать мне вот эта упаковка никогда не нравилось и в общем средство от поем ты не читается по-французски самое худшее больше никогда не куплю его просто мерзость мицелляр эликсир худшее средство на свете а что хочу сказать но раз пошла такая пьянка раз баночка пустая все-таки есть пользуюсь я вот этим делом уже месяц могу сказать мнение можно заливать в глаза вообще ноль эмоций как глазные капли но и смывает знаете макияж не тотально там как-то а нужно в общем смывает не очень хорошо и я потом знаете после вот этой смывки уже тоником подтираю немножко вот что остается ну буквально капелька и к сожалению когда с утра просыпаюсь вылезает откуда-то вот так сказать тени прошлого такое неоднозначное мнение у меня вот насчет этого она мне нравится но работа его не очень и тут выбирать что вот чтоб тебе разъедала глаза кстати вот эта смывка она тоже смывала также фигово как это пока что мне кажется я не нашла для себя идеальную смывку но вот этой не будет у меня никогда вот это уже была у меня по-моему ни один и не два раза и возможно будет просто после нее нужно подтирать еще глаза чем-то следующий флакончик это тоже смывка для глаз состоит практически из одних недостатков и буквально приятный запах это достоинство ну и из плюсов она делает приятную кожу вокруг глаз но вы это перестаете замечать после там двух месяцев это уже такое знаете как должное становится но вот эти вот первые недели она меня удивила и почему она не до не закончена потому что у нее срок годности после вскрытия 6 месяцев я этой штукой пользовалась одна и я не успела закончить я очень опасаюсь просрочки и как только часы пробили срок я ее отложила и причем когда знаете последний месяц ей оставался я активнее с там ей пользовалась смывает в принципе неплохо опять же не тотально она безумно щипит глаза вот в чем ее еще один недостаток и пожалуй самый-самый главный который меня просто подбешивал вот каждый день каждого месяца пока мы с ней были в контакте квадратная банка чтобы нажать на помпу это идея азиатизм я знаю послушайте просто нужно обхватить эту чертову банку и тогда только нажать обхватывать квадратную банку пальцами больно больно костяшкам вот кажется что я опять говорю какую-то дичь но это не дичь я плачу за упаковку за брендовую за люксовую я плачу за значок и эта упаковка она обязана меня радовать она обязана делать так чтобы глядя на нее я так знаете чуть 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 не было хорошо и от упаковки тоже от люксового средства и вот это очень неудобно я я зареклась покупать квадратные банки вот если вы заметите квадратных банок вот только по моему уже ванши и мне интересно они вот сами тестировали эти банки потому что вот круглую брать приятно у меня кстати нет больше квадратных банок кроме вот этого вот непонятного средства средство понятное смывает и как я уже сказала так себе щипет не обращусь больше пока вы не выпустите круглую банку пока срок годности знаете с одной стороны я понимаю что чем меньше срок тем меньше консервантов тем наверное полезнее хотя это средство на глазу ну сколько я смываю 10 секунд один глаз и 10 секунд другой минута молчания живанши я больше тебя не куплю сколько тут миллилитров что мне так тебя много хватило 200 200 миллилитров для одного человека это много все прощай навсегда следующий претендент на выброс уже засветился чуть-чуть это вот такой вот тоник от герлен косметику герлен я люблю и у меня до этого тоника был такой же только в синей упаковке но насколько я знаю вот эта серия как бы золотая типа лучше оказалось что типа хуже потому что вот этот тоник он очень липкий он такой был немножко знаете желеобразный такой он очень липкий и настолько липкий что вот на трудить его на ватный диск нанести на лицо и нужно идти потом мыть руку потому что рука вся липкая и эта липкость никуда не девается никуда не уходит а тоник в принципе неплохой ну если забыть что он липкий знаете как я иногда люблю делать я не каждый день наношу на себя вот например вечерний уход я не каждую ночь сплю с кремом я делаю себе такие знаете маленькие паузы ну там день умываюсь смываю косметику наношу только тоник и пошла пусть кожа подышит и бывает с утра точно так же например если я утром иду в спортзал я не наношу там макияж крем я умываюсь тоник и пошла я знаю что у меня в зале будет душ и там уже будут все крема и так и так далее не вижу смысла покупать желтый когда есть его брат близнец синий которые подешевле не такой блатной в общем мы больше не увидимся пока пока следующий тоник вот такой он когда полная баночка имеет вот такой вот белый осадок на самом деле он прозрачный и как только вам хочется им воспользоваться вот так вот его болтаете и пользуйтесь обычный тоник ничем не примечательный как бы он не делает плохо и не делает супер хорошо такой знаете что есть что нет серая масса единственное вот вот это вот болтание оно начинает где-то через неделю через две вас уже конкретно раздражать у меня уже был такой тоник я решила его попробовать еще раз и я не уверена что я что третий раз у нас получится с ним еще что-то когда-нибудь надоедает вот это вот ерунда честно вот он даже мне не захотелось добивать его даже потому что у меня появился видимо новый фаворит и старый прощай навсегда что я сегодня со всеми прощаюсь но знаете на смену старому приходит новое и если мы никогда не увидимся с этим значит у меня будет что-то лучшее правда же следующая вещь это такая же в общем это вот такой вот крем я не знаю как он ко мне попал возможно кстати из фикс прайса рука сама потянулась пока я отвлеклась и схватила его я воспользовалась этой штукой раза два у нее уже закончился сам годности абсолютно полная банка и как мне показалось абсолютно бестолковая вещь может быть я что-то сделал не так может быть нужно было как-то активнее пользоваться там я не знаю как тут надо им пользоваться нанести гель на кожу на 10-20 минут затем смыть водой сколько раз в день это делать непонятно в общем я не увидела эффект и решила зачем мне дальше плясать с ним какие-то у нас с ним действия зачем причем я даже пробовала ну вообще я его купила ради вот грудки потому что чтобы убрать вот эту вот лишнюю знаете пигментацию женщину что выдает не только же наша личика вот это вот предатель основной и клешни в общем нет не хочу может быть когда-нибудь обращусь еще к бодяге посмотрим может быть фирма не так может это подделка на бодягу потому что из фикс прайса косметика что я от нее хочу помолодеть на 10 лет за пять минут нет едем дальше переходим кремом их у меня всего два первые вот такой от биодерма знаете про него целое полотно написано какой он классный офигенный и потрясающий он должен был судя по надписи убирать жирный блеск контролировать количество и качество кожного сала и еще там куча всего чуть ли не посуду мыть пол и вот в общем волшебный крем на деле оказалось фуфло которое не делает ничего и кстати смотрите какой прикол вот эта баночка 30 миллилитров он у меня не весь закончился потому что ну не знаю я пользовалась пользовалась смотрю эффект нулевой и как-то ай у него закончился срок я его по моему отложила потому что ну это бесполезное занятие он немножко щипет кожу может быть это должно было создать впечатление что он работает нет он не работает и вот прикол упаковка 30 миллилитров и вот у меня есть крем для рук также 30 миллилитров вот это какое-то ничтожество да вот рядом с такой внушительной баночкой то есть зачем ее так раздули ну понятно зачем для продажи в общем не понравился себе он может быть он не сработал на мне может быть у меня очень жирная кожа правда у меня жирный лоб жирный нос я просыпаюсь как жирный блин может быть он не справился ну значит крем фуфлорес он не справился все же просто и и последний крем мой любимый а в н для жири это самый лучший крем самый мой любимый самый подходящий мне именно ли жири и рич для нормальной комбинированной кожи так что не такая уж у меня фиговая кожа что вот это вот чудо не может справиться а вот этот просто класс конечно же буду повторять у меня уже он где-то лежит мой фаворит пока что никто его не затмил этого поручика ржевского в общем вот такие были у меня пустышки пустые а боже мой я забыла так сказать вот такое вот средство от kills косметики kills я прибегать больше не буду во первых у нас магазинов их теперь по моему нет они съехали надеюсь разорились это эссенция с экстрактом ириса абсолютно бестолковая вещь я пробовала ее использовать когда только купила почему так мало потому что нужно абсолютно малюсенькая капелька капайте на ручку разносите вот так вот по лицу и эффект нулевой она не делает ничего а призвана эта штука знаете что делать усиливать действие крема то есть вы умыли сняли макияж тоник нанесли нанесли вот эту вот эссенцию и сверху на нее фигачите крем после этой эссенции очень липкая кожа видимо чтоб лучше крем прилипал в общем крем прилипает но что он есть что его нет я пробовала их в паре я пробовала с ним в паре все как самостоятельное средство она вообще не идет потому что кожа липкая остается в течение там часа с двух ну я делаю уход вечерний за два часа за полтора и полтора часа и ложишься спать ты тоже липкая к подушке липнешь в общем самое бестолковое и кстати очень дорогая у не очень но это дорого вот это вот гадость и она очень сильно воняет спиртом правда такой спиртозный запах и мне кажется если делать это с утра и можем могут люди подумать что вы бухаете честно тут в составе спирт вода бетилгликоль глицерин алкоголь на четвертом месте подождите раз два три на пятом месте алкоголь ему понятно вонище просто идет атомная выкидываю потому что это стоит и раздражает меня я не хочу этим пользоваться это бестолковая вещь пользоваться на на тело не знаю и что ходить вся липкая на ноги может быть использовать чтобы носки прилипали туфли не спадывали в общем все обидно вот выкинутые деньги просто на ветер надеюсь кстати я кого-то предостерегу кстати может быть есть любители вот этого средства а вы уверены что это не эффект плацебо вот мне интересно если вот это средство дать человеку который ничего про него не знает вот чисто попробуй мне кажется эффекта он не заметит а если вот перед тем как пробовать почитать статейку такую том ну в общем мы отвлеклись в общем вот такая вот бадейка котомка с барахлом пустым покидает меня от чему я очень рада надеюсь я кому-то помогла рада была с вами с нами увидеться всем спасибо за просмотр увидимся еще надеюсь скоро всем пока